Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики моего YouTube канала. Вы на канале обзора напитков. С вами Роман. И сегодня у нас будет обзор очередного шоколадного батончика, но уже Nesquik. Nesquik White Edition, то есть можно, что это Nesquik белый шоколад. Ну что ж, ребятки, давайте подробно рассмотрим данный шоколадный батончик. Масса нет данного шоколадного батончика 39 грамм, не 40. Так, ну ладно, 39, так 39. Состал белый шоколад на первом месте, 32% его аж тут. Далее сахар, то есть масло какао, молоко сухое, цельное. Молоко сухое, обезжиренное. Сыворотка молочная, сухая. Так, извиняюсь. Эмульгатор и соевый лецитин Е476. Далее идет у нас ароматизатор, натуральный сахар, патока, молоко сухое, цельное, 5,4%. Масса растительная, жир специального назначения испального масла. Зерновые шарики с какао. Ого, это хорошо. Что подробно входит? Цельнозаковые крупы, это хорошо, это плюс. Так, рисовая, запятая. Кукурузная, гречневая, пшеничная, содержит глютен, сахар, вода, какао, порошок, то есть соль, карбонат, кальция, молоко сухое, обезжиренное на 1%, какао, порошок с пониженным содержанием жира, белок яичный, сухой. А, далее идет у нас, что тут, эмульгатор, соевый, лецитин. Так, и что тут еще у нас есть в составе? А, ароматизатор, натуральный регулятор кислотности, лимонная кислота. Ну, хорошо, ребятки. Ну, хорошо, ребятки, теперь переходим непосредственно к пробе, то есть открываем и пробуем данный шоколадный батончик. А не шоколад, просто в одном из видео у меня была ошибка, я назвал шоколадный батончик шоколадом. Так вот, смотрите, смотрим, как он выглядит, данный шоколадный батончик. Давайте понюхаем, то есть пахнет обычным белым шоколадом и ванилином, в принципе, мне кажется. Так, давайте пробовать. Как только кусаешь, сразу чувствуется что-то такое. Но то, что это шоколадный батончик мягкий, то есть для зубов, получается, он не так сильно вредит. Ух ты, смотрите даже какой он мягкий. Да, действительно, очень мягкий, прям в руках разломается при не сильном таком сдавливании, нажатии точнее. Ммм, он очень нежный. Это говорит о том, что это очень нежный шоколад. Шоколадный батончик. Ну, что я скажу, ребята. Впечатления у меня о нем сейчас складываются положительные. Довольно-таки неплохой шоколадный батончик, прямо зачетный. Если еще учесть тот факт, что тут содержится что-то из полезного, а это именно вот эти все перечисленные здесь лаки в составе, хоть и они находятся на каком-то месте, ну, не на первом, там, не на втором и так далее. Но, просто, понимаете, то есть тут что-то полезное действительно содержится. Но, получается, это клетчатка, можно сказать, если можно так выразиться. Она связывает, получается, сахар, клетчатка, вот молоко и все это связано. Это хорошо. То есть, хоть что-то действительно здесь есть полезное. Это плюс его. Ммм, ребят, ну, не знаю даже, что сказать. Мне этот шоколад очень понравился, несмотря на то, что он, можно сказать, безумно сладкий. То есть, это действительно сладость. Но, как бы, я сейчас бы даже вторую половинку съел, но этого делать не буду, потому что он, у нас сколько там, достаточно калорийный. Получается, на 100 грамм 475 килокалорий. А вот 19,5, 93. То есть, 19,5 умножаем на 2, правильно? Да, и получится 39. То есть, 93 килокалорий просто нам нужно умножить на 2, чтобы узнать, сколько он целый. Две половинки, то есть, вот эти вот, содержат калорий. 186 килокалорий получается. Так, давайте думать. Ну, 186 килокалорий, это не так много. Да, это не так много, действительно. Больше килокалорий содержится в... Кажется... Если я не ошибаюсь, содержится больше... Блин. В Киткате больше содержится калорий, чем в этой шоколадке. Оригинал, к сожалению, я тоже пробовал, по-моему. Смотрите на канале. То есть, есть, должен быть у меня обзор оригинального, именно несколько. Там, насколько я не ошибаюсь, тоже было калорий достаточно. А, ну тут 39 грамм. Я вот, знаете, в чем сейчас... Какие доводы у меня в том, что... Здесь реально более полезный вот этот шоколад, хоть он и белый. Но белый считается низкосортным, потому что в нем самое малое количество какао. Но, он... Преимущество в том, что он 39 грамм. Я думаю, здоровый продукт, то есть... Качественно изготовленного продукта всегда по грамм внуке должно быть мало. Поэтому, я думаю, что плюсик, копилочку пользы ему стоит поставить. А так, вот об этом вкусе, то, что это новый и так далее, я думаю, все уже... Ну, кто-то прекрасно понимает, то, что на Западе уже давно изобрели такой вкус. То есть, он давно уже был, я думаю, там в США, там или в Великобритании, допустим. То этот шоколад, думаю, что он довольно-таки представлен был давно. Ну, в этих странах, понятное дело. А вот у нас в России, это, можно сказать, новинка. Ну, то есть, не новинка, то есть, ну, не так давно он появился, в принципе, у нас. Думаю, месяца так 3-4 назад, если я что-то не пропустил, ребятки. Так что, отмечу то, что это неплохая шоколадка. Ну, довольно-таки калорийная, но, в отличие от остальных, это менее калорийная. А, да, точно, Сникелс, вот с белым шоколадом, он калорийнее этого, это несколько у нас здесь. Все, ребятки, если вам такой просто подробный обзор понравился, обязательно ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на канал, если вам видосик зашел и понравился. Но, часто, конечно, я бы не рекомендовал вам есть шоколад. Качество продукции, качество жизни, Несле. Кстати, да, это Несле же производит, кто не знал, ну, до сих пор, если есть такие люди, я думаю, таких в меньшинство. Но, для тех, кто не знал, говорю, Несле делает. А также, вы, ребят, кроме обзора шоколада и всего прочего, вы у меня на канале можете найти обзор также французской воды Перье. И, там, более дорогой воды, не бюджетной, чешской. И сравнение, допустим, чешской воды с нашими есинтуками, с нашей есинтукой водой. А та вода, которую я сравниваю, она получается тоже лечебная столовая, как есинтуки. Так что, если вам такой видосик нужно посмотреть, или вы хотите что-то необычное для себя открыть, то переходите, спускайтесь вниз, там у меня все обзорчики есть на канале. Всем удачи, ребятки, всем пока. С вами был Роман. Удачи. Роман. Продолжение следует...